Прокомментирую видео Руслана Кулабухова. Что тут можно увидеть? Тут можно увидеть кутошку. Тут трубка, тут ТДКС, 4 витка, тут генератор ТДКС. От ТДКС идет один конец, вот этот красный, вверху, на резистор. О, или там… Во, вот тут войдет, тут в резистор. Такое сопротивление, конечно, непонятно. Оттуда какой-то еще провод он может на земле идет. А, нет, это конденсаторы, провод. Идет потом, после резистора, на конденсатор. Все эти конденсаторы последовательно включены. И вот тут вывод последний выходит и идет на вот эту вот медную трубку скрученную. Дальше от медной трубки идет, видимо, на землю, вот там. Разрядник тоже у него, вон, идет видно на землю, один конец. Второй конец тоже вот тут идет, вот после резистора, вот идет на разрядник. Теперь пуш-пул. Тут вот видно, сделано по схеме пуш-пула. Тут сверху первичная обмотка намотана, а под низом вторичная. От вторичной вот тут идет провод, вот там куда-то подходит, и потом, видимо, идет... Тут где-то идет на... А тут под низом обмотка на этой трубе. Вот тут вот второй провод идет тут, и тут вот видно, что вот тут вот в проводе какой-то. Это лаковый провод, видимо, под низом намотан. Вот этот идет наверх, и потом вот тут вот так свисает проводик на лаковый. Тут под низом лаковый провод, и второй конец пуш-пула тоже, видимо, на лаковый провод идет. Ну, потом тут намотана катушка. Тут вот по два слоя намотана, всего три слоя, не знаю, как тут она намотана. Но тут вот этот слой и этот слой, это не два слоя, тут как бы побольше похоже. Тут вот этот слой и этот слой, тут уже три слоя, может быть под низом еще там намотана. Не, ну вроде бы тут по три слоя. Ну, не знаю, как тут намотана вообще. Ну, думаю, тут не в ней суть. Частота вот этих разрядов, которые шлепает, я записал на аудиозвуки. Там ровно было 39 секунд, то есть 0,39 секунд была частота. То есть она не лишь бы как, если бы там не было бы никакой, ну, эти разряды натуральные возникали, тогда частота бы плавала. А там она не плавает, она там постоянно. Значит, этот ключ уже, а вот такая частота 0,039 секунды, это частота где-то 25 герц. Значит, вот этот ключ уже настроен на частоту 25 герц. А вот пуш-пул работает на частоте 76 герц. Он тут, вот, запитает три лампы по 500 ватт. Всего 1,5 кВт. Вот тут у него прямо с выходной катушки, он его показывает, вот с выходной катушки прямо провод идет. То есть у него, если и есть резонанс, то он где-то, резонансный конденсатор, он где-то, вот тут не видно его с этой катушкой. И он, может, еще одна там обмотка есть, и к ней тогда резонансный конденсатор подключен. Это, похоже, тут, скорее, тут нет только две катушки, вот эта, от которой лаковая, а потом вот эта съемная с толстого провода. Тут он показывает потребление, то есть 2,2 ампера потребляет всего. То есть где-то, видимо, ампер потребляет, у него сам пуш-пул и ампер, этот разрядник потребляет. Может пуш-пул больше, 1,5 ампер или все остальное разрядник. И вот 25, 26 вольт где-то питание. Это питающие провода. Это задумение. Вот он говорит, что подразрядник мерцает эти лампы. Потом он покажет эстелограммы. Тут он говорит, что не может выпрямить. Загорают диоды и блок питания. Вот показывает эстелограммы. Он тут рядом щуп висит, так как высокая частота, так лучше ловятся высокочастотные наводки. Поэтому вот такие пики, выбросы лучше и ловятся. Их только эстелограммы показывают. Так там на самом деле прямоугольники на выходе. И тут вот судья по пикам скважинность где-то 45%. Вот это вот пробел судья. Транзистор уже открыт нормально. Транзистор работает. Потом это вот выброс АДС идет. ОАДС. Колебания. Опять нормальная работа. Опять выброс АДС. Колебания. Опять нормальная работа. Опять нормальная работа. И вперед. Его иногда проскакивают вот такие. Опять нормальная работа. Пропускаю. Еще вернусь к этому на место. Поймать. Во! Вот эти иногда проскакивают разряды. разрядника и не лишь бы как попадать иногда тут попадают иногда тут то есть они как бы не синхронизированы с этими вот пиками вот этих разрядов и вот тут вот потом опускал вот тут его тут было видно что 76 килогерц и тут 11 кросекунд клетка это значит это посчитав вот расстояние вот между одними вторым примерно примерно одна клетка но чуть больше чем одна клетка то есть если было бы одна клетка и было бы 10 микросекунд тогда бы значило что частота 100 килогерц вот так как тут 11 микросекунд клетка еще больше чем чем одна клетка так тут вполне логично что и 76 килогерц будет чистота все видео закончилось теперь вот я так примерно сделал только у меня тут деказ тут на высокой частоте работает какое даже какая частота даже не смотрел что-то времени занимает что не хочу смотреть возиться но на низких частотах когда повышаешь так то он мало потребляет на низких частотах он так где-то 2 ампера начинает потреблять и так шипеть даже даже когда я тут выход этот не подключал и этот вот выход никуда не подключал он шипит вот из видео кстати не видно и левой вот вот этот минусовой вывод нужно найти ножку которая которая минусовая второй конец обмотки и он на земле у него подключен или не подключен вот это на видео не видно но вряд ли бы этот тдкс бы заряжал вот там конденсатору пачку если бы он был бы этот вывод не подключен вот у меня вместо этой пачки конденсатор 2.2 нанофарада 5 кило вольт конденсатор вот он может и мало поэтому разрядник быстро работает и вот один вывод идет на землю вот этот вот второй этот плюсовой идет через резистор 20 килоом потом как у него на разрядник вот и на конденсатор от конденсатора идет вот на эту такую как бы катушку у него трубка тут хотел чтобы ничего бы не соприкасалось бы вот тут вот такой хоть маленький зазор оставить этот как бы высоководной землей тут близко не было тут ничего чтобы не соприкасалось я даже не смотрел как работает вместе с пушкулом только сам так и смотрел как работает как разрядник вот потом после разрядника идет на второй конец а у него один конец на землю видимо вот этот вот этот конец идет на землю идет на землю и тут разрядник на землю значит они как бы соединены вместе потому что куда он еще может идти а так как он капонадзю копировал капонадзю этот конец идет на землю в общем как бы там ему негде больше идти вроде бы он должен на земле быть вот у меня тут вот этот конец идет идет на разрядник и разрядник идет на землю разрядник идет на землю вот тут пушкул тут в общем скажу что напряжение я тут вот 0,5 миллиметров вот таким проводом намотал тут 13 из чем-то метров потом намотал поверх один слой здесь и где-то здесь 11 метров таким проводом но напряжение на лампе очень низкое было я тут что тут не делал вот тут нитки последовательно намотал вот сколько их много а тут по 8 витков на первичных по трансформации как бы предостаточно и тут до 130 килогерц частоту теперь повысил но все равно лампа очень слабая горит но когда вот намотал еще потом один с половиной слой за черным проводом прибавивающим к этому тогда уже лампа как бы начинала хоть уже так признаки находилась немножко ярче ведь мне все равно это даже с этим даже очень слабо вот так Продолжение следует... Вот тут 53-х ватт лампа, но горит и 20-х ватт лампа слабо, и 53-х ватт, и вот 130, только на высокой чистоте уже вот эта 53-х ватт лампа вообще очень слабо начинает ныреть, вот если там до 200 кГц поднять, а 20 ватт еще немножко горит сильнее, но это где-то все на 40 ватт, очень слабо, в общем, горит. Как он там 220 вольт получается, это странно, это уже должен разрядник тогда очень сильно напряжение поднять, чтобы там 220 вольт получился, потому что непонятно. Ну, вообще, может, если еще домотать слоев, может и получится, но это только, думаю, на малый ламп, на такой 20 ватт, но это уже не будет гореть, потому что остальные слои уже будут как дроссель действовать, уже не будут перенавать энергию, а когда малая нагрузка, так еще они будут перенавать на нагрузку энергию. Камера, надеюсь, не заглючит, потому что от качера-то глючит, если он вископыт носит, от разрядника я еще не пробовал, с этой камерой. Вот сколько потребляет, где-то 1 ампер и 25 вольт. Ну, не так уж и мало. А то с разрядником, если бы... Разрядника-то он меньше потреблял, если бы свободно в воздухе концы висели. Так, а теперь... Вообще-то, побаиваюсь включать пушку, а там еще что-то вылететь надо, наверное, как-то сперва пушку включить, а потом... Ладно, вот я отключил, тут у меня вот эти вот витки используете, лаковые. Тут вот провод, один конец, вон второй конец. Раньше блокинг делал, поэтому вот обратная связи, тонкая обмотка еще есть. Теперь включил, покажу, как пушку выработал. А, у меня тут включатель есть. Вон стрелка дергается, как бы зашкаливает. Значит, что ток зашкаливает. Это так обычно, если сгорает транзистор, такое бывает. Вот я отключил, теперь вот сигнал на пушку, на питание, на эту микросхему. Теперь, если будет зашкаливать, значит транзисторы сгорели. А если не будет, значит... Вот, смотри, зашкаливает. Вот. Дергается стрелка, значит какой-то транзистор сгорел. Вот это странно, это возможно от этого разрядника сгорел. Уже когда до этого было. Какой тут транзистор из них сгорел. Вот один отключу, либо тут что-то замкнуло, не знаю. Вот я один отключил. Вот этот транзистор, посмотришь. Вот еще как-то подает знаки жизни какие-то. Похоже, что микросхема сгорела от этих наводок. Вот отключу второй транзистор и посмотрю частоту микросхемы. Вот она заработала. С 131 кГц. Что ж тогда не так? Все вроде бы нормально. Нагрузка. Вот. Один конец идет на нагрузку. Вот. На этот повод. И на землю. Вот. На этот конец. Второй конец тоже на нагрузку. Вот. Тут вот обмотка последовательно идет. Включена с этим проводом. Этот провод идет на эту обмотку. Вот. Потом второй конец. Как бы все нормально. А вот теперь нормально работает. Нормальное потребление. Что тогда не работает? Понял. Где-то может коротило или что? Посмотрим на этом транзисторе. Так. Вот это. Она тут сгорела. Бабахнула. Посмотрю какой на затворе его осциллограмма идет. Вот затвор, там короткое замыкание между затворами и стоком. А тут вот перед резистором посмотрю, что тут идет. Тут нормальный импульс. Вот этот IRF3205. Так он видимо сгорел, а тут IRF640. Поэтому он возможно не сгорел. Вот теперь на самом затворе посмотрю что такое. Тут тоже примерно нормально все. Вот. 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 Может попробую хотя бы показать как на одном транзисторе работает. Вот. Вот она еле-еле горит. Если включить теперь этот разрядник, еще может сгореть второй транзистор. зло. Вот она уже вновь. Такой бой. Наверное надо включать. Но уже все равно. Вот. Вот. Ух ты! Какой бой? На нагрузки это никак не влияет, не будут отбаловаться, то еще и второй зуб. Ой, как он горячий. Вот 20 ватт ламп. Вот она немножко ярче выглядит. Вот, чтоб разрядник меньше частотой и шлепал, нужно либо раздвинуть этот разрядник сам, но тогда может очень неэффективно шлепать, потому что напряжения будет не хватать. Либо увеличить емкость конденсатора. Вот, если интересно минус отцепить, не от самого разрядника, а от вот этого ТДКС и минус. Интересно, когда он будет заряжаться. Тогда может быть такая история, что там как бы насытится, там есть этот ТДКС, и он как бы найдет сильное поле какое-то, там создаст статика, начнет стягиваться, и там может даже компьютер сгореть. В общем, потом может быть такой заряженный, там дотронешься до чего-то, он стукнуть может. Раньше я такое же делал. Как-то один конец не подключал, он так насасывал, как энергия статикой заряжала, потом билось. Чтоб он чаще шлепал, нужна вот эту емкость. И вообще тут хватает не обязательно, там столько много, последовательно конденсатор по 2 кВ, но нацеплял это вовсе не обязательно. Вот тут где-то, я раньше делал трансформатор Тесла на разряднике, так там 3 кВ достаточно конденсаторов, ну и 10 нанофарад параллельно подбирал. Там иногда одного 10 нанофарад хватало. Он там нагородил такую большую емкость. Даже иногда там на 1600 вольт пользовался, нормально работал. там вообще уже. Достаточно где-то 3 кВ и 10 нанофарад, но просто у меня которые такие синие были на 10 нанофарад и 3 кВ. Вот такие кругленькие, ну такие плоские и круглые. Так они слабые были и они сгорали, там внутри пробивалось, потом дымели. Нужно только, чтоб они побольше топ. Вот, вот такие были. Вот, тут почерняю. Тут пробивалось, смотри. 103 написано 3 кВ, 103 значит 10 нанофарад. Вот уже 7 нанофарад я подписал, потому что он уже пробился и потерял свою емкость. И они так пробивались, теряли емкость. Не понимал, в чем делать. Вроде бы сперва хорошо работали, потом как-то стали хуже. Работать слабо уже как-то.